Мы находимся на юбилейной выставке Prodexpo 2023. С нами известный бизнес-тренер Сергей Илюха. С какими знаниями вы пришли на выставку и чем делитесь? Добрый день, коллеги! Сегодня я решил немножко изменить своему амплуа и поговорить о том, что надо учить не только категорийных менеджеров, которых мы учим управлению ассортиментом, переговором и так далее, но и простых закупщиков. То есть, как это ни странно, закупщик, несмотря на небольшую должность, это человек, который снабжает нашу фирму. Не будет закупщика, не будет сырья для производства, не будет товара на полках и покупатель уйдет. А в сегодняшней ситуации закупщик должен решать особые задачи. То есть, он должен понимать, какой товар можно заменить, если нет у стандартного поставщика. Он должен уметь быстро договориться, чтобы быстро привезли и по нормальным ценам. То есть, на него сейчас возлагается самый большой функционал, я считаю, в торговой компании. Потому что мы, как категорийные менеджеры, мы занимаемся стратегией. То есть, мы договорились, мы решили и думаем, что оно работает. А потом смотрим, почему упали продажи. Вот правильно обученный закупщик – это на сегодня очень большая доля в успехе торговой компании. И об этом я проводил мастер-класс, отдел закупок 2.0. Рассказывал, чему и как надо научить именно закупщика. А что касаемо других специальностей? Ну, другие специальности я учу стандартно. То есть, в ближайшее время будет очередной поток курса для категорийных менеджеров. Будет поток курса для закупщиков. Вместе с Екатериной Богачевой проводим по мерчендайзингу магазина, семинар «Магазин будущего». Ну и, как обычно, для поставщиков. То есть, успешный путь в торговую сеть. Это умение вести переговоры, знание правил управления категорией и так далее. Это все в моей бизнес-школе вы найдете. А насколько вырастает эффективность компаний, с которыми вы работаете? Ну, у розничной компании – это просто даже эффект наведения порядка. Это в первый месяц уже плюс 20%. А дальше зависит от того, насколько изменения будут внедрены окончательно. Бывает и в два раза. Ну, опять же, расти вопрос, с какой базы. То есть, многие розничные сети считают, что у них уже все есть и поэтому не учатся. И многие в связи с этим сваливают потери продаж на ситуацию на рынке и так далее. Я считаю, что пока ваши все конкуренты не закрылись, вам есть у кого отжать долю рынка. Поэтому эффективность раздет существенно. Как говорится, век живи, век учись. Большое спасибо. Продолжение следует...